Добрый вечер, мои дорогие! Все, кто меня смотрит, те, кто меня любит, лайкает, те, кто подписан и просто заходит посмотреть. Что, девочки, мамчики, сегодня воскресенье, весь день бегала, как белка в колесе, вроде бы как сняла, там намонтировала кучу всего, и у меня есть привычка чистить айпад, я удаляю все ролики, потому что там очень мало места, те, из которых монтировала. Удаляю и нажимаю удалить тот, который уже смонтировала, и на автомате захожу в корзину и тоже нажимаю удалить все. Потом, получается, я думаю, сейчас я загружу, и мне покажут ваши ролики, из которых состоит ваш ролик, удалены. Я думаю, так что-то не то, но в подсознании я уже понимаю, что я сделала. Захожу в корзине, в корзине нет, ну, то есть я понимаю, что я натворила. Так, ну, в двух словах сегодня. Девчонки, сегодня я относила ванну, поливала, брызгала все свои орхидеи, я весь этот процесс засняла. Рассказываю для Нателочки специально, она у меня спрашивала, как. Смотри, как я за ними ухаживаю. Вот, возьму тебе первую попавшуюся, красоту такую. Вот, резкости нет, сейчас наведу резкость. Вот, смотри, какая красота. И хочу показать сам горшок. Вот видишь, здесь корни. Сейчас отнесу на место, на окошко поставлю. Я с ними заморачиваюсь, в каком плане, что если остальные цветы у меня там огромные все, я их поливала просто водой из-под крана, то к этой красавице, здесь все серьезно. Видишь, у меня вода для орхидеи, вода из-под крана, но я ее неделю просто отставлю, чтобы она хотя бы была отстойная. Водная вода будет сильно жирненько. Листья. Каждый день брызгаю, потому что очень сухое топление. У меня в зале стоят два фикуса, вот у них начали желтеть листья, потому что кочегарят так, что слов нет. Ругаюсь постоянно, хожу вот на ЖЭК, вот мы на седьмом этаже, мне очень жарко, это я сегодня уже напроветливалась, оделась. А бабушки, они вот вечно мёрзнут, говорю, а я хожу в шортах, понимаете, в футболке с коротким рукавом. Мне жарко. Я целыми днями открываю окна. Ну, у людей субсидия, то есть их как-то не интересует. То, какая придёт мне платёжка за отопление. Так, вернёмся к орхидеям. Брызгаю утром, брызгаю вечером. И я определяю, вот как я тебе уже сказала, кора если внутри влажненько, то я их не трогаю. Если кора внутри, я понимаю, что уже корешки у меня сухие, тогда поливаю просто чашечкой. Сейчас стало жарко, очень, и я вижу, что кора подсыхает. И я их раз в неделю отношу в душ. Многие очень пишут, что вот они оставляют их, знаете, чтобы корешки намокали. Вот ставят в поддон с водой, и они должны туда впитывать воду. Оставляют на полчаса, на 10 минут. Я так не делаю. Может быть, это правильно. Некоторые показывают, что просто они вот посадили в грунт и просто заливают водой, и там неделю стоит горшок, и там 2 сантиметра на дне воды. Якобы это для орхидеи хорошо. Ничего не могу сказать, потому что вот у меня на одной орхидее начали скидываться бутончики. Написало многим, многие сообщества, и каждый пишет по-своему. А вы, может быть, ее переставляли? У нее цветы упали от стресса. Другая пишет, вы, наверное, переливаете. Третья пишет, вы знаете, это засуха, они засуху не любят, поэтому сбросила бутоны. То есть вот 3 человека профессиональные, у которых свои каналы, и 3 человека написали разные мнения. Поэтому, ну наверняка, зная только тот, когда вы к своей орхидее уже приспособитесь, вот дикий кот очень любит воду, мне вот сказали знакомые. Кто-то, какой-то цветок по-другому приноравливается. Покажу вам сейчас мои все красотулечки. Еще у меня красотулечки стоят. У меня очень многие спрашивают, откуда у меня любовь к орхидее. Расскажу о двух словах. У меня в трудный период моей жизни, ну когда Сережа умер, скажем так, было очень плохо. И у меня была одна клиентка, которая меня хорошо поддерживала. И мы начали с ней общаться, вот подружились уже так более близко. Ну, Людничка, а ты ты меня смотришь, привет передаю. И вот я как-то пришла к ней на чаек, а у нее, девочки, мальчики, два подоконника, заставленными цветущими, красивенными орхидеями. Много, высокие, очень красивые. Я в эти цветы влюбилась с первого взгляда, побежала, купила себе одни, потом еще одни. И вот так оно и понеслось у меня с орхидеями. Вот сухой, у него все листья поломаны, все. Но он пустил воздушный корень, и он пустил детку. При том, что ему, по идее, плохо. У него все листья поломаны, нещадно. А вот он пустил детку. А есть цветы, которые прям ты с них в пленке сдуваешь, а им там что-то не нравится. Вот тебе покажу еще раз кота. Какой красавец. Посмотри, посмотри, какие цветы у него. То есть он стоит там очень дорого, но тут есть за что. Вот у него бутончика много, надеюсь, все не распустятся. Некоторые говорят, что он им пахнет. Я нюхала, мне не пахнет. Ну, каждому же свое, понимаешь. Позачераш лепили пельмени. Вот сегодня утром я ребенку на латрах сварила, потому что как бы что-что пельмени она ест. И у меня многие спросили после видео, некуда ложить в морозилку. Чем забита морозилка? Девочки, мальчики, сейчас могу показать, чем забита морозилка. У меня там груши, у меня там яблоки, у меня там смородина, у меня там виноград, грибы и баклажаны. Ну, и клубники немножко. То есть у меня все на компоты. Скажем так, ребенок мой ест плохо, но компоты она пьет. И когда начинается февраль, и вы просто там груша, Калифорния, 75 гривен, яблоки там по 50 гривен, которые такие нормальные могут быть. Ну, зачем я буду переплачивать, если я пришла домой, досталась в морозилочке, сварила ребенку компотик. Ну, вот как-то так. Сейчас в двух словах вам покажу свою морозилку даже. Хотела достать ящик. Смотрите, виноград, грушенька, там баклажан дальше, слива. Еще один ящик, немножко достала, чтобы вам видно было. Сверху у меня груши, снизу у меня вишенка, смородина, и перец красный, зеленый. И все-все-все забито. Я вам просто немножко освободила, чтобы показать нижний ряд. И вот он компотик, но пол кастрюли сегодня уже выпили. Ветка огромная винограда, груша, яблоко. Сегодня не стала добавлять смородину для цвета. В магазин сегодня я хотела не ходить, но куда же без магазина. Взяла на завтра кусочек сыра, ну, видно, во мне засвечивает очень сильно. Сыра взяла, взяла фаршика свежего, завтра буду такое интересное блюдо готовить. И очень мне сегодня захотелось, вот я проснулась с мыслями, я хочу супа из копченых ребрышек. И вот заговорила и доченька моя, да-да-да, мамочка, я тоже хочу супа из копченых ребрышек. Взяла ребер, ну, взяла в два раза больше, потому что другая часть пошла на суп. Покажу вам. Ну, и понятное дело, взяла еще два десятка яиц, молока, потому что яйца у нас улетают, не уходят, а улетают. Сейчас покажу вам суп. Я же расстроилась, что я сняла вам процесс приготовления супа со всеми тонкостями, как, что. Ну, покажу уже по факту готово, и половину съеденного. Ну что, могу вам вот так показать, прозрачный, красивый супчик, ребрышки, которые там еще плавают. Мой ребенок не доел, то есть не все она съела ребрышки. Знаете, что, снимала, расскажу хитрость. У меня ребенок, допустим, там морковку, лук, зажарку, ни в каком виде не ест. Что я, как я приспособилась, скажем так, обманывать ребенка? Я обжариваю лук с морковочкой отдельно, и вот такое ситечко у меня есть. Я туда уже прям обжаренный лучок морковку ложу, и сверху поливаю бульончиком. Поливаю бульончиком, и оно получается все, что надо, горяченький бульончик, просасывающийся в зажарочку, и все это туда полезности уходит. То есть морковка, лук не плавают, цвет есть, и вкус есть. Ну, вкус копченых ребрышек, знаете, даже если вы получите 5 тонн зажарки, копченые ребрышки, любой запах перебьют. Все, накрываю, сейчас остыл уже, буду ставить в холодильник. Еще покажу вам свои фикусы. Носила сегодня в ванну, брызгала, ну, чтобы мокрый не ставить на подоконник, потому что я помешанная, когда там потом капли воды остаются, я им даю в ванной стечь. Вот один у меня фикус, вот у меня второй. Очень-очень такой, ну, высокий, он такой хороший. Ну, видите, он листья желтые, плоди встречаются, потому что ему бедному жарко. Высокий такой фикус. Как видите, у меня там, сейчас нажала паузу, потому что задний фон будет перебивать. Все ваши ролики, там, на кого я подписана, кто на меня подписан, смотрю с трех устройств. Хочу, знаете, о чем поговорить? Я заметила такую одну интересную вот деталь. Бывает такое, что ролик длится 13 минут, а время просмотра бывает такое, полторы минуты, там, две минуты, а люди пишут комментарии. И, как мне сказал один гуру Ютуба, это очень плохо. Тебе оказывают надежью услугу. То есть, если человек зашел, написал комментарий и вышел, система заходит, и что она видит? Она видит, что человек зашел, и ему неинтересно, он вышел. То есть, это очень плохо. Если, я тоже не могу, я на некоторых людей, что греха таить, подписана, ставлю комментарии, они подписаны на меня. Но что я делаю? Я не делаю так. Вот я зашла, нажала комментарий и вышла. Я, допустим, могу включить, если мне интересно, я смотрю, если я смотрю 2-3 видео, я выключаю звук, и они идут как фон. Но я всегда делаю полные просмотры, и некоторыми даже смотрю всегда рекламу. Потому что я понимаю, что это ваши копеечки, они вам капают, ну, пусть хоть что-то будет доброе. Мне-то все равно посмотреть, рекламу не посмотреть. А вам от этого будет приятно. То есть, тех людей, которые на меня подписаны, и вот которые ко мне относятся к симпатии, я бы просила делать тоже полные просмотры. У меня ребенок на ночь очень любит молоко с медом, нагрею ей, а себе сделаю по-быстрому салатик. Потому что, видите, время для как раз ужина. Если я не поужинаю сейчас, то это будет где-то в 22-23 точно. Меня потом голод накроет. Лучше сейчас. Пустые миски, а руты, жду, что я их покормлю. Сейчас насыплю, конечно. Взялась я скромную тарелочку, сейчас буду делать в нее салатик. Фета. Видно, не видно вам там. Ну, и огурчик поведу. Сейчас быстренько-быстренько все это чик-чик-чик-чик-чик и съем. Потому что, если я сейчас не съем это, я потом приду хомячить что-то посерьезнее. Надо съесть. Поставила двоим корм. Вот посмотрите, что творится. Они у меня, конечно, такие огромные девушки. Все. Одна красавица, вон хрумает вторая. И попробую не покормим. Будут орать так. У них дозировка одна. Но дозировку съедают, им не хватает, ходят потом орут. Я, конечно, им сыплю больше. Когда приезжаем к ветеринару, у нас взвешивание, там, ну, процедура определенная. Она перекармливает, и у них там жир подкожный, это не совсем хорошо для костей, не совсем хорошо для сердечной системы. Ну, как у человека ожирение. Я говорю, ну, я не могу, когда они ходят и орут голодные. Понимаю, что, может быть, хуже делаю, но не могу. Сейчас еще налью им чистенькой водички, когда поедят. Потому что все знают, что у котов обязательно должна быть чистая водичка. Те, кто тоже, как и я, любители фильмов, пока будут огурчик чистить, поговорю с вами. Джулия Робертс, мы все ее знаем по фильму «Красотка», «Сбежавшая невеста». А сегодня я натыкаюсь на подборку фильм «В постели с фрагом» называется. Джулия Робертс, причем снята в ее молодые годы, но фильм настолько... Ну, вот там она другая. Там серьезная роль, такая психологическая. Посмотрела на одном дыхании. Просто, вот, знаете, включила, и вот сколько там он идет, как будто этого времени не было. То есть, ну, такая... Я не знаю, как сюжет, драма, не драма, но интересный сюжет. И вчера начала просмотр фильма. Меня раньше, когда Сережи не стало, я смотрела не комедии, как-то мне вот хотелось комедии, комедии легких таких. А сейчас более-таки серьезные фильмы смотрю. И вчера смотрела фильм «Прежде чем я усну». Вот те, кто ищут фильм для подборки, вот такой, не пожалеете. Настолько закрученный сюжет. Девчонка получается, ну как, женщина, 40 лет, у нее амнезия. И она, ей звонит ее, там, врач-лечащий и рассказывает, что так и так вы каждый день свой записываете на камеру, чтобы помнить то, что было вчера и позавчера. И она начинает раскручивать сюжет. И вот сюжет к концу фильма оказался настолько необычным, что ни за что бы не догадались. Не буду рассказывать, заинтригую вас. Фильм стоит посмотреть. То есть, фильм не из всех, которые вы посмотрели, сразу там «Та!» Все понятно. Ничего не понятно. Фильм интересный, хорошо закрученный сюжет. Что еще могу порекомендовать? Мне понравился фильм, наверное, уже говорила, «Линкон для адвоката». Тоже такой сюжет, вроде как все понятно, но концовка такая очень крутая. Еще, какой же фильм можно вам порекомендовать глянуть? Из серьезных фильмов. Ну, где-то там орут. Закрыли, что ли, в комнате. Здесь я тут осмотрел. Фильм называется «Все еще Элис». Про девушку, у которой она профессор, преподает в институте. То есть, в Америке очень сложно со звуковым анализом слова, как оно произносится. То есть, даже этим не все владеют. И она занимается как раз этим. Очень эрудированная, очень образованная женщина. И постепенно начинается с того, что она, у нее паническая атака, она заблудилась. То есть, она не помнит, где находится институт, в какой части города она. Как она из-за очень умной эрудированной постепенно-постепенно меняется. С ней остается ее дочь, там муж. И как протекают все это, ну, не совсем лицеприятные моменты. Потому что мы многие знаем, что, да, болезнь Альцмеггера. А что это, как это протекает, мы не знаем. То есть, вот те, кто настроен на какие-то серьезные вещи, тоже можно посмотреть. Вот. А я знаю, для чего вам все это рассказываю. Я все это вам рассказываю, чтобы была от вас какая-то обратная передача, чтобы вы тоже мне рассказали, какие фильмы вы смотрите, что вас интересует. То есть, ну, я жду от вас какого-то ответного шага. Вот такая союз с ножом. Я жду от вас ответного шага. Подпишись на канал, да. Мне вот все, многие говорят, Наташа, не забывай, везде вставляю слово, подпишись. Вот здесь можно поставить лайк, не стесняемся там, что-то такое. Но как-то я вот, я не знаю, я стесняюсь. Вроде как я понимаю, что можно подать это с чувством юмора, но как-то мне кажется, я боюсь быть навязчивой. Потому что, когда я захожу на какие-то вот каналы кулинарные, я часто посещаю каналы, и вот я только зашла, я еще не знаю, какой ты испечешь пирог, будет он у тебя пропеченный или сырой, и ты же высказываешь, подпишись, поставь лайк. Я думаю, да ты еще не заслужила ничего, чтобы я на тебя подписалась, чтобы я поставила тебе лайк. Ты меня сначала убеди, что ты вот такая профи-мофи, а потом я уже подумаю, буду ли на тебя подписываться, я поставлю тебе лайк. Ну вот я боюсь, что я тоже могу быть какой-то вот навязчивой такой. Так, ну что? У меня нет вареного яичка, у меня нет мяска. Ладно, сейчас порежу салатик и съем то, что есть. Все, сейчас заправлю орельковым маслом, и будет у меня вкусняха-вкусняха. Главное не налить. Знаете, как я бываю такая, ляляку-ляляку, ну мне там пол-поллитра налила. Я вот думаю, что мне Яночка моя не звонит. Это у меня такая есть подружайка. По утрам часто бывает, я сижу, пью кофе, и это звонок. Я вот смотрю, она мне такая говорит, судя по времени, ты кофе пьешь? Я такая, а я что, в какое-то определенное время пью кофе? Оказывается, таки да. Яночка, ты смотришь меня, привет, дорогая. Хотела бы показать, какая-то у меня была красота, и смешала все. Ну что, я прям готова, салатик готов. Вот этим вот, девочки. Вот этим вот можно было бы протереть лицо, но кожек очень мало, не хватит. Поскольку сплю я без мужчины, то могу себе позволить. Делаем вот так вот. Вот так вот. У меня вот есть вот такая, шикарная-шикарная вещь. Кокосовое масло. Нателла, в АТБ, оно по 80, по-моему, там 2 гривны, и бывает у него скидка по 60 чем-то. Я взяла по скидке. Зайди, посмотри, вот там, где оливковое масло, все. Я когда снимала цены в АТБ, там оно было. Смешаем ложечку, и оно от тепла, от тепла оно тает. Вот так вот на ладошке разогрели, и во все волосы, вот так вот раз. Волосы такие сразу у вас будут сосульками, сосульками. Но можно себе позволить. Когда моете голову, это я потому что недавно покрасилась, волосы немножко все-таки перепалили. Я все время забываю это делать. А это сегодня, думаю, так, все равно я не сплю, все равно сейчас какой-нибудь фильм я забуду смотреть. У меня, ну, бывает бессонница, я постараюсь как-то себя вот так замучить-замучить, чтобы уснуть без задних ног, чтобы никакие мысли меня там не посещали, всякие разные. Я пытаюсь очень сильно устать. То есть вот таким способом наносим-наносим, сколько вам там надо на ваши волосы. И его преимущество, знаете, в чем? Очень надолго хватает раз. И если вы вот делали, кто-то масочки делал, попробуйте оливковое масло, попробуйте там яичный желток с подсолнечным маслом, с льняным маслом. Вы потом волосы фиг вымоете. С кокосовым маслом этого не происходит. Оно хорошо впитывается. Раз. И во-вторых, когда голову моете, у меня ощущение, что оно помогает, наоборот, пенится. То есть очень хорошо пенится, все очень хорошо смывается, легко. Нет вот тяжестких волос потом, такого какого-то блеска жирного. Я вот сейчас все это доделаю, пока волосы у меня такие жирненькие. Похомячу. Ровно 22.00. Детское время кушать. На фейсбуке выставляла статус. Кто такая ночная жрица? Вы о чем подумали? Нет. Ночная жрица это та, которая жрет по дочам. Я вот не жрица, это, знаете, маленькая жрушка. На этой чудной ноте буду с вами я закругляться, идти все по кроваткам, ложитесь спать. Всем приятных снов. Ну, а тем, кто живет в паре, а не одинок, бурной ночи, дорогие мои. С вами была ваша Наталья Чалая. Подписывайтесь на канал. Если все понравилось, конечно же, я жду от вас лайков. Пока-пока.